Здравствуйте! Я хотела бы обратиться с огромной проблемой, которая у меня в семье произошла. Зовут меня Гаврилова Елена Сергеевна. Я мама троих детей. Очень серьезная и большая проблема произошла с нашим папой, с моим супругом Сергеем. Его сейчас, в данный момент, содержат в СИЗО номер один по обвинению в больших, громких, страшных преступлениях, которые он не совершал. По освидетельствованию того, что он не совершал эти преступления, есть и свидетели, и экспертизы. Но, тем не менее, следствие не хочет разбираться во всех этих моментах. Следствие для себя сделало какие-то непонятные выводы, и они сейчас его обвиняют и хотят дать ему срок. Обвинения все происходят с давлением на свидетелей, с давлением вообще на все вот это расследование. Они многие вещи просто нивелируют и не хотят вообще никак разбираться, и об этом открыто заявляют. Что мы для себя уже все решили, мы его посадим, и это как бы точка. Несмотря на мои все обращения, несмотря на все мои уговоры, под полиграф какие-то показания дать и так далее, они не хотят ни показания от меня брать, ни полиграфологов вызывать, ничего. В данный момент также оказывается очень сильное давление со стороны медицины. Так как у моего супруга, находясь там уже, произошел инфаркт, они этот инфаркт скрывали, пока это вот через практически полгода не выявилось, что это был инфаркт. Помощи ему не оказывают. Здоровье его крайне сейчас сложное. По всем медицинским показателям, которые у него есть, он практически уже инвалид третьей группы. Но мы ничего этого добиться не можем, потому что медицинская часть как бы никаким образом не идет навстречу. Не обследуют его, не оказывают ему помощь, чтобы просто добиться укола по снижению давления, а у него давление под 200, несмотря на его молодой достаточно возраст, ему 45 сейчас, давление до такой степени доходит, там просто по несколько дней не приходит. Он своими силами пытается сбить давление. Помимо всего прочего, есть предписание врачей, где ему необходимо сдавать анализы, заниматься контролем его ЧСС и всего вот этого. Никто к нему не приходит, ничего не делает, просто абсолютно никак. На все наши запросы через адвокатов то же самое. Никто ничего не отвечает, никак не реагирует. Что на управление ОФСИН, что на санчасть непосредственно, которая в СИЗО один находится, никто не реагирует и не отвечает на наши заявления, обращения и просьбы помочь человеку. Следствие соответствующее, разбираться тоже с этим не хочет. Поэтому папу у троих детей маленьких очень сильно ждут дома. Продолжение следует...